Калпаковая печь. Больше их не бывает. Неожиданно ее увидеть посредине. Нет, поздно, поздно, я вас предупреждал, что это гостиница. Да, я понимаю. Ну это вообще, то архитектор планировал, когда он видел эту изразцовую печь, он говорит, вы что, откуда? Я говорю, ну я не смог удержаться, познакомился с человеком, работал в монастырях, женщина, которая делает вот эту... Это ручная, ручная, каждая плиточка по оболочке привязана, все это ручное. Она заслуженная художница России, и там, и президент, и Франция у нее бывали, и все. И она сделала, просто подружка нам сделала очень вот эти. Я попросил ее такие мотивы специальные наши, хрюшек, поросяток сюда внести, значит, поместить козочек. Вот она все там. Ну вот, да, видите, все равно. Ну вот и печки, мы так, конечно, очень переживали, когда сюда свиней завели. Но печки стоят, они не работают, потому что вот эти животные, они сами как печки. Ну да. Им это ничего не нужно. Разрушать это мне было жалко, вот они стоят, может быть, когда-нибудь тут. Дойдет обратно, госидится. Ну а как вы считаете, это вообще перспективно, все-таки вот туризм вот такой? Да, нет, ну у нас что, у нас как ни беда, это я считаю, что наше большое счастье, что мы просто удалены от Москвы 300, все-таки 300 километров. Это много, чтобы поехать сюда, я считаю, идеальные условия для агротуризма, все-таки, чтобы в пределах дня приехать, посмотреть, погулять и уехать обратно. А тут поездка такая довольно-таки будет утомительная, да? Или ночлег нужно организовать. Ну да. Ну это совершенно другая история, это гостиничный уже бизнес со всеми делами, со всеми проблемами. Наш сервис мы все, значит, российские знаем. Ну да. Вот, и если не завозить каких-то там Филиппинок для кого-то, ну трудно ожидать, что у нас какой-то уровень будет такой достойный для людей, которые готовы приехать из Москвы. Вот, и поедут люди непростые, потому что сельским хозяйством интересуются все-таки люди, я так заметил, на каком-то уже уровне. Достатка. На достатке. Вот у них уже интересы и вот на это есть. Согласен. К сожалению, я не могу это, ну как бы объяснимо, наверное, да. Остальных интересует скорее там и море, и пятый, и десятый. А вот этих интересует и этот тоже. Вот. И мы далековато. Мы далековато от Москвы, поэтому идея была утопическая. Ну вот ничего. Зато мы... Ну печь, зато печь. Не, не, печь как раз это самое вот, 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 никуда она не вписывается. Никак. Вот, потому что постройки пригодились на 120% раз, и сейчас, как видно, мы видим, ну да. И заполняется новым содержанием, жизнью. А печь уже, конечно, вот она, вот это, это вот. Ну да, вон тут мы видим и журавлей, и каких-то... Да, причем... И кислород, конечно. Да. Ну вот, смотри, смотри, наверху какие кабан там, вон. Мишка вот. Наверху посмотри. Зайцы, олени, лисицы, леписец там. Ну я попросил, просто мне очень нравится как раз вот этот рисунок, значит, конец 18 века. Голландская плитка конца 18 века. И вот, и я попросил ее в этом стиле что-нибудь придумать. Ну здорово. Так, ну, и что, вот и она так будет стоять, а здесь будут животные. Ну как, животные, во-первых, когда свинья, мы предполагали, что она будет таким... Загородочкой. Загородочкой такой здесь, конечно. Ну вот, тут свиней пережила, а это было сложно, что со свиньями все серьезно. Значит, их держать и так далее. Еще раз напомню, свиней она пережила, потому что нужно было в срочном порядке животных загнать по требованию проверяющих органов в течение месяца животных в любое помещение. Правильно я говорю? Да, потому что они у нас жили вольным способом, фактически выгульным способом. Мы зимой, летом были маленькие домики в полях, и потом в фестивусы даете, постройки пригодились. То есть это... Но печень никак не вписывается. Я уж думал, если будут сильные морозы, мы их будем подтапливать, спасем. Ну вот тут такая особенность. Во-первых, свиньи сами, эти животные, как печки, да? Они влюбляют тепло. А второе, вот этот принцип печи, колпаковая печь, она как домная. Вот ее в конце сентября начинаешь затапливать и заканчиваешь уже конец весной. Ее нужно хоть по чуть-чуть, но каждый день. А это, ну, неправильно. Это нужно понимать для чего? Для гостиницы, да? Да, нет, ну он не вписался, ну ничего. Ну вот стоит, ничего себе. А что, музейный экспонат. Ну, ну, да. Вторая такая же печь. Ну да, вторая, да. Она уже вон с барельефами. А там такие же. Да, там тоже такие же были, да. А здесь, ну, молочный запах-то здесь все-таки что? Ну, молочный запах-то здесь все-таки что? Для себя делаем, да? Для себя делаем, да? Да. Понятно. Да. 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 Продолжение следует...